от А там 1, там ПСИ, вот там А, допустим, тут их и штук, тут или и минус 1, да, тут теперь, значит, будет ПСИ от А и И, так далее, А и плюс там L минус 1, что-то такое, ПСИ 1 и ПСИ 2, вот, а тут будут потом все остальные, то есть это уже будет КЦ без многих аргументов, но сюда, значит, тоже нужно поставить некий знак, который уже немножко сложнее выписать, но ничего нет такого в том, что выписать, и дальше нужно просуммировать это дело по И, то есть мы должны просуммировать по И, вот, где И это номер вот этой ноги, вот, и это будет, соответственно, вот эта сумма, это будет ПСИ 1, ПСИ 2, то есть подстановка ПСИ 2, ПСИ 1, потом из этого надо вычесть в обратную сторону, ну, еще раз, значит, вот эта структура, она задается на самом деле вот более, так сказать, абстрактно, вот как я до этого сказал, можно к этому относиться просто как к явной формуле. Вот, ну и теперь, собственно, последний шаг, который мы хотим тут увидеть, это вернуться к тому, что вот мы делали вот здесь, с этими вот условиями ассоциативности, ну и как мы видим, вот я тут написал же про, вот как это все вот выглядит, да, расписал, ну вот здесь вот действительно я сразу вижу в этих четырех слагаемых, я вижу ДПСИ, то есть ДПСИ от АВС, соответственно, ну вот по той вот формуле, это А на ПСИ ВС, да, там, минус ПСИ от АВС плюс ПСИ АВС минус ПСИ от АВС. И тут написано вот эти два слагаемых, это в точности это. А здесь написано на самом деле, что я беру ПСИ и подставляю ПСИ один раз. И вот тут написано на самом деле ПСИ подстановка с ПСИ, вот, от АВС. И вот эта вот сумма равна нулю, вот, собственно, вот то, что тут написано. Вот, если ПСИ связано с условием вот того, что вот это вот дело АВ плюс ПСИ АВС снова ассоциатива. Ну вот, ну и дальше, значит, возникает вопрос, почему это уравнение Майоро-Картана. Ну просто это очень просто. Дело в том, что когда, ну, у нас же степень, вот, если ПСИ это из А в НТ и в А, то тут, как мы видели, был сдвиг на единицу. То есть у нас это имеет степень, имеет степень вот в Н-1. Значит, тут нужно прокомментировать, в самом-то комплексе это имеет степень Н, но скобка ЛИ у нас не на самом комплексе, а на комплексе, сдвинутом на единицу влево. То есть на самом комплексе это имеет степень Н, но относительно вот того, на чем определена скобка ЛИ, это имеет степень n-1. Ну вот, получается такая вот штуковина, это имеет степень n-1, поэтому вот здесь стоит n-1, соответственно. То есть здесь получается уже минус 1 умножить на 1, если у нас тут ψ и тут ψ. То есть получается, что это вот ψ с ψ, когда они оба нечетные, это просто 2 раза ψ умножить на ψ. Ну поэтому вот у нас тут и поделилось, как бы вместо 1 и 2 ψ и ψ, и как в Мауре-Картане мы заменили вот на такое штуку. Вроде это в точности уравнение Маура-Картана для этого хохшеского комплекса. Ну что, вроде эту штуку, значит, я рассказал. А дальше, то есть, значит, уравнение Маура-Картана в этом хохшеском комплексе, это в точности то, что нам задает деформации, что ли, ну, чтобы это было ассоциативно. Ну а теперь, если я хочу еще, чтобы, ну, сохранялась единица, у меня вот эта вот кацепь должна быть, ну, редуцирована, то есть должно быть, что вот такие вещи должны быть равны нулю, когда единица на каком-то там аргументе, но это уже, допустим, не так на данный момент важно. Вот, тогда это будет алгебра с той же единицей, и у нее будет, значит, да, и она будет ассоциативна. Вот алгебра, сдающаяся вот таким вот условием. Вот, ну и теперь, значит, осталось только понять, как на этом деле действует вот нулевая степень, да, то есть вот нулевая степень это хом из ова, и, собственно, вот то вот D, о котором я раньше говорил, это то, что вот я писал D, F, D, G, да, и отсюда D в минус первый, что это снова, значит, ассоциативное дело. То есть это D только вот здесь стоит как бы, тут стоит как бы D0, а вот это D это моральный экспонент, а D0. То есть D0 это такой лифский элемент, он не обязан быть обративым. Дальше мы берем вот эту вот экспоненту D0 и хотим увидеть вот в этом вот, да, и дальше мы хотим, значит, написать, мы хотим проэкспоненцировать что, собственно, что вот это вот сейчас, я не знаю, может, мне поможете, потому что я боюсь, что я даже, может быть, не соображал. Ну давайте попробуем. Значит, вот у нас есть вот это альфа, и там было, что гамма с точкой равняется альфа гамма, да, минус D альфа. Значит, а где тут D альфа-то? D альфа это, ну вот надо, короче говоря, увидеть вот в этой вот формуле, надо увидеть вот экспоненту вот такого. Давайте, может быть, я это оставлю как задачу, потому что сейчас уже как бы, ну, это, я думаю, каждый увидит, можно будет в начале следующего раза определить. В общем, смысл, значит, того, что сегодня происходило, следующий, что у нас, значит, вот есть с одной стороны общая наука, которая связана с DG-алгеврами Ли, и на самом деле делает то же самое, что наука Шлезенгера, только с тем преимуществом, что у нас всегда есть универсальное семейство, правда, сидящее над некоторой DG-базой, DG-коммутативной базой. Эта DG-коммутативная база получается как комплект Шевалей-Ленберга, гомологический, значит, этой алгебры Ли, и что, в общем, общая теория деформации, если она расширена с артиновых алгебр на DG, артиновые алгебры, она всегда оказывается, вот, если она задается вот тем или иным образом алгеброй Ли, то такая деформационная наука всегда имеет универсальное семейство в DG-смысле, то есть мы всегда получаем предстоимый функтор, и вот теперь мы это показали, что это, значит, все означает для случая статьи на холме. Ну, вот, сегодня все. Какие дела?